Здарова, народ! И новая ветка йохов, казалось бы, ну вот только что вышла в World of Tanks, а вот этот игрок уже заполучил себе десяточку и выкатил в рандом, но когда он вышел в бой, начали происходить какие-то странные и удивительные вещи, что именно поймете буквально через 3-4 минутки, вот сейчас подождите, смотрите на экраны и сами будете удивлены. Я уже один раз этот бой быстренько просмотрел, до сих пор под впечатлением. Так, танки у нас новые, а привычки старые, также дергают тут камерой, поэтому я буду периодически брать камеру под свой контроль, так сказать, по берегу ваше зрение. Ну а наш герой попал, давайте, как всегда, куда попал, глянем составы команд быстренько, что у нас тут. Девяточки, десятки, по одной артиллерии, в принципе, неплохой бой, да, не лучший, могли бы вообще там с восьмерками быть, но и на том, как говорится, спасибо. Можно показать здесь неплохие результаты на десятки в любом случае, главное сейчас выбрать направление. Но я приблизительно понимаю, почему вот туда наш герой не поехал, потому что как-то союзники не очень балуют это направление, поэтому мы первопроходцам туда не лезем и решает наш герой отправиться на центр карты. Кто же нас тут поджидает? Опа, там, там уже, кстати, Е3, старый добрый сидит, да не дергай ты, елки-палки. Эти привычки, конечно, дергать камерой. А вон, кстати, Т110Е3, посмотри, вдалеке там стоит 2200 хп. У него было, где-то он уже Триндюлину отхватил, но пока что счет 1-1, в принципе, начало обычное. О, ты ля, у Бабахи кусок башни торчит, а ну-ка, давай мы тебя сюда нашпигуем, дорогуша. Бабаха своим взглядом уже расставляет все на места, знаете, вот момент, Бабаха в твою сторону посмотрела, это уже все. О, это уже нужно так плавненько сдавать назад, потому что получить Триндюли от Бабахи никому не хочется. А ну-ка сейчас еще раз, вот это да, а вот это очень смело, ты посмотри. Прямо на Бабаху выезжает, и он как будто чувствовал, что Бабахенция бездамага нам даст. Гусеница спасает. Ну, конечно, вот это поступок был очень самоуверенный, на самом деле, я даже не знаю. Мне что-то казалось, что он не выйдет на Бабаху, но все-таки. Грозный взгляд Бабахенции, он, знаете, любого остановит. Так, а Ефиз-1 прямо перед нами. Он там пытается нам показать, вот еще из 4 на 389. Бедный ты 10 наш союзный, как его чпонькают там, а? Не, кстати, очень удачно тут заглянул наш герой, прям. Бортяночки, бортяночки открытые, вражеские, какие сладенькие, ты посмотри. Просто работай, работай. Так, ну, а Ефиз-1 там уже поехал. Так, я управляю камерой постоянно, народ, потому что если вот включить камеру нашего героя, он дергает ей без конца и края, я не знаю. Какой-то синдром теребящего танкиста. Так, счет тем временем 2-5. Наша команда уже плавненько начала насасывать. Здесь еще раз можно сказать, танки новые, а союзники-то старые у нас остались. Старые добрые союзники, которые вот что-что, а слиться умеют максимально хорошо. Это, знаете, в крови. В крови у них от рождения, это суперспособность. Так, там на центре все еще бабаха обитает, надо поехать гнездо ее разворошить. Для бабаха. Бачата нашего растрепала, как бедный бачат. Так, куда он врывался? Опять тоже на бабах. Вообще бабаха уважать перестали. Выезжают в наглую. Как будто в ангар не боятся отлететь. Ну и тут мы с бабахой разобрались. Ну, в принципе, она в КД была ничего удивительного. Так, там нашу базу облагораживают. Надо с этим что-то делать. Опа. Тортоис. Терепаха старая добрая. Так, а вот и пендаль от арты залетает. Не стоит забывать, хоть и одна арта в этом бою. Но, как вы видите, народ и то дает о себе знать хорошенько. Так, 4-9. Тем временем мы, конечно, тут базу сбиваем. Полным ходом Тортоиса тут выцеливаем. 5 хп Тортоис. Надо добрать. Вон, 430-й тоже. Так. Ну, я тут прицелом управляю, народ. Если что, у нашего героя все в порядке. Чтобы вы там не писали, что там прицел расходится. Это я просто вот этим центральным управляю. Вот так. Чтобы, так сказать, камера не дергалась. Так, на Е3 врываемся. И тут посмотри, какой сладкий задец. Дружище. Ты на приеме у проктолога, похоже. Ой-ой-ой. Диагностируем пожар заднего прохода. Срочно лечение выписывать нужно. Можно тушить зад. Ля, Е3. Ой, дружище. Не в то отверстие ты жопу свою засунул. Е3 неудачно, неудачно заехал тут на нашу половину. Выкатились просто подсрачников. Ему таких надавали. Молодец, Е3, хорошо поиграл. Кстати, смотрите, наш Йох тут уже 7 косарей дамага себе захапал. Неплохие результаты, согласитесь, народ, для 6 минут боя. Так. Ладно, поехали ближе к базе, потому что там, конечно, получалось все это время кое-как сбивать. Но не факт, что дальше будет так же. Так, лампочка у нас загорается. И... О, старый добрый, добрый Эмиль 2. Полирует нашу башню. Отходим. И тут кто у нас впереди? Объект 140-й. Ты посмотри. Выкатил уже. И во флиппазик. Да сколько же халявных целей. Вот он куда не выкатит. В пизде какие-то враги. Я не знаю, как будто они все по 200 грамм бахнули. Какие-то растерянные такие. Смотрят во все стороны. Не замечают нас. Только он Эмилько нас пытался. Промассировать. А так все остальные враги, они особо на нас даже внимания не обращают. Так, а вот и про джетто. 65-й на 363 по нему. Так, про джетто, что ты смотришь там? Давай, иди сюда. Про джетто и тут тягаться будет сложно. У него тоже неплохая позиция. Там его не очень просто будет выцелить. Тем временем, базу уже облагораживают по полной. Вот-вот захватят на самом деле. Это кажется, что минута много. Пролетит и глазом моргнуть не успеем. Поэтому надо уже свой зад поднимать. Конечно, тут хочется и тортой задобрать, что мы, кстати, и делаем. И про джетто там 65-го. Но, а стоп. Подожди. Они съехали. Враги еще недооценивают. Ой, недооценивают. Сейчас мы вас за это будем наказывать. Так, кто у нас тут? Там справа про джетто. Кстати, про джетто в простреле. Посмотри, можно, можно, можно работать. Есть, про джетто прямо перед нами на 349. Тут же 50 тп выкатывает. Ничего себе. Вы че, как мухи налетели. 50 тп обходим сбоку в бочиночку. Поцелуй мой ствол, дорогой. До свидания, 50 тп. Кто следующий? Там нашего 50 тп шпигуют снарядами. Так, нужно срочно разворачиваться, ехать, спасать. А почему-то не хочет он спасать. А, подловил тут про джетто. Нормально. Вдвоем против троих. В принципе, шансы довольно неплохие на финал. Главное, эти шансы не прокакать. Потому что... А, вот уже 2 в 2. Арту там леопард нашел. Намылил ей нужное место. Ну, хоть без арты на самом деле. Потому что у нас не такой большой запас хп. 689 хп всего. Если будем тут время терять, артовод мог бы эти 689 хп нам подуменьшить, как минимум. Так, ля, какие тут красота какая нарисована. Тупени. Красивые вот такие. Так. Ну, небольшое затишье. Тем временем, у нашего Йоха уже 9500 дамага народ. И, казалось бы, вот ездит там. То там вылезет, то с одной, то с другой стороны. И всегда находит каких-то растерянных, потерявшихся такое чувство врагов. Интересный будет, согласитесь, немного. Необычный. Вот как будто весь бой ему везет именно с нанесением дамага. С позициями врагов. Вот посмотри, опять. Эмиль второй. Чешет, даже не соображает, что происходит. Мы ему хлобысь. По хлебальничку, да. А он, да, он даже не понял. А он даже не сообразил, откуда там, что поехал себе дальше. И тут 140-й, опять же. Мы в лучшей позиции. 140-й, картонный, в принципе. Броней 140-й не удивляет. Ладно, народ, сейчас финал. Я давайте пока быстро вам хочу успеть все-таки напомнить, что спонсор этого ролика парни с классного сайта ВотГолд. Там премтанки и золото можно поднять. Залетайте, открывайте главный контейнер. Кому золотишко нужно. Может, кто хочет там свободный опыт привести. Ну, голда всем нужна. В закрепленном комментарии с ссылочкой промокод. И вот сейчас промокод на экране. Промокод надо при пополнении счета вводить. По нему дадут гарантированный подарок-бонус. В закрепленном комментарии под видосом. В тяинфо там все внизу. Смотрите обязательно. Ну, и не забывайте про розыгрыш голдишки. Тоже лайк, подписка, колокольчик. Позитивный комментарий с игровым ником. Все довольно элементарно у нас. Ну, а тут последний противник. Леоперда. Что он добрал. А вот до нас не добрался. Там в чате, конечно, все друг друга поливают. Ну, такие дела. Давайте к итогам. Ну, и по результатам. У нас основной калибр. Стальная стена. Войносик. И мастерочек. Вот защитник еще. Ну, почти 11-й щурона. Ну, почти. Без малого. Вверху справа. Прошлый видос. Залетайте. Посмотрите. Вот такой йог у нас сегодня был. Ну, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах. Которые очень скоро уже будут на канале. Пока, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова